Говорит Степан Агерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 1 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает. Программа «Голос Степана Герта», наш контактный телефон, 94-28-69, анонс передачи. Президент Франции о геноциде армян. Материал из службы безопасности продуктов питания. Ансамбль «Мы и наши горы» представил заявку на участие в международном фестивале. Пассея осудила преследование журналистов в Азербайджане. Президент Франции Эммануэль Макрон побеседовал с турецким историком Танером Акчамом в рамках организованного Координационным Советом Армянских Организаций Франции обеда вечером 29 января. Макрон приветствовал Акчама, назвав его осудившим отрицание, сообщает новелес Армении. По словам президента Франции, работа Акчама направлена и против попыток предать забвению и отрицанию геноцид. Это важный вклад в глубокие политические дебаты с турецким руководством. Нельзя создать большую историю на лжи, политику на ревизионизме или отрицании, подчеркнул французский президент. Руководитель службы безопасности продуктов питания НКР Артур Нарсисян заявил в СМИ, что безопасность продуктов, поступающих в Арцах, обеспечивается в полном объеме. Артур Нарсисяна проверк, что возимые в арцах бананы китайского производства и могут содержать опасность в контексте распространяющегося из Китая коронавируса. Он отметил, что бананы в Армению, а соответственно и в арцах, возятся в основном из Эквадора. Артур Нарсисян призвал в подобных вопросах не вдаваться в панику, не доверять различным слухам, а следить за официальной информацией. Руководитель службы подтвердил принятые в Армении решение о запрете на ввозе из Китая продуктов питания животного происхождения на основании соответствующей информации на сайте Всемирной Организации Здравоохранения. Он отметил, что находится в постоянной связи с аналогичной службой Армении. Артур Нарсисян призвал жителей и потребителей по данному и любому другому вопросу связанному с продовольственной безопасностью звонить на горячих номер 5099, пообещав оперативное реагирование на любой сигнал. По словам Артура Нарсисяна, любой ввозимый в Арцах продукт питания подвергается на контрольном пункте тщательной проверки и лишь после этого поступает на прилавки магазинов и рынков. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусайлян. Медицинский центр «Дентекс» с 2016 года проводит благотворительные программы. Первая началась после Апрельской войны. Основателем центра Альбертом Алуяном было принято решение на бесплатной основе оказать медицинскую и стоматологическую помощь военнослужащим. Эта программа действует по сей день. Вторая программа была начата в декабре 2019 года. Мы поинтересовались у главврача центра Аида Арутюнян о предстоящих программах. Аида Еремон, с декабря месяца идет благотворительная программа и сейчас продолжается. Какой этап уже пройден и что еще впереди? Когда приобрели нашу передвижную машину и оборудовали как передвижной стоматологический кабинет, Алоян Альберт, он решил, что надо в приграничных зонах. И выбрали Талищ. Это село третий раз. Жители покидают деревню. Два-три месяца, что они заново вернулись. Мы в декабре были в Талище. Это уже вторая программа наша. Мы работали по смену. Четыре врача со своими ассентами, я с ними. Месяц работали там. Они нас принимали как родные, как будто они давно ждали. Томатологическую помощь мы туда отнесли в большом количестве и лекарства, потому что мы рядом работали с амбулаторией. Просто я гордилась, что эти жители сколько раз покидали и вернули свою деревню и держат свои армянские слова «оджах». Мы в течение одного месяца принимали около 150. Кроме этого пришли соседные мадагиса. А последний день решили, что мы подняем программу туризации среди 6-19-летних школьников. Были мадагисы в школе и в Талище. В школах Талиш и Мадагис 132 ученика получили медицинскую стоматологическую помощь. В благотворительной программе принимал участие также ортопед-центра, отметила главврач. Среди жителей пожалеют люди очень много. И они нуждались в ортопедическом лечении, особенно протезировании. Чтобы не приехать сюда, обратно вернуться, решили, что эти этапы протезирования будем выполняться. И сделали 17 протезов. Они очень довольны были. До сих пор продолжается эта работа. Те, которые не успели, они приходят и продолжают свое лечение в нашей клинике. В 2020 году какая новая? Значит, эта программа наша будет продолжаться. Мы ждем, что скажет Аллоян, чтобы в следующий раз в какую-то приграничную зону поехать. Но мне кажется, это будет, наверное, Гадрутийский район. Благотворительные программы Центра Дентекс будут продолжены в 2020 году. Глава общины Драхтык Гадруцкого района Виталий Мерзаян сообщил СМИ, что в селе живут 430 человек, 80 дворов. Число временно проживающих лиц больше двух десятков. Есть и переселенцы, офицерские семьи. Глава общины тревожит то, что юноши Драхтыка не спешат жениться. Виталий Мерзаян называет даже точную цифру 33. То есть 33 семьи не были созданы. Причины разные, но, мягко говоря, этому пробелу действительно нет оправдания, сказал глава общины. Основным занятием Драхтыкцев является сельское хозяйство. У всех крестьян свои земли. Возделывают сельхозкультуры, а также занимаются садоводством, выращиванием овощебахчевых культур. Сельчане обращаются в муниципалитет с просьбой получить строительные материалы, и сельская администрация оказывает им посильное содействие. Новоизбранные старосты обеспокоен тем, что некоторые жители Драхтыка по несколько раз получали стройматериалы, а другие еще ни разу. Он постарается урегулировать этот вопрос, применив принцип справедливости. Из-за отсутствия дома торжеств Драхтыкцы справляют свадьбы в соседних селах. Этот вопрос также стоит на повестке и требует неотложного решения. Виталий Мирзаян считает, что 5 лет – немалый срок, и он успеет внести свою лепту в дело развития и благоустройства родного села. Как сообщила директор средней школы села Мэттагер Рузана Витисян, сегодня в школе 229 учеников, 13 классов, причем 2 пятых класса. По сравнению с прошлыми годами количество учеников немного сократилось. В этом году 12 класс окончит 25 учеников, а в первый пойдут 15 детей. Этот факт беспокоит, хотя население села не сократилось. Молодежь не вступает в брак, а женатые ограничиваются двумя, в лучшем случае тремя детьми. Школа села Мэттагер не типовая, не новая, как во многих наших селах, но имеющихся возможностей достаточно для обеспечения полноценного образования и воспитания, заявила директор школы Рузана Витисян. Как сообщил Республиканской газете директор государственного ансамбля песни и танца «Мы наши горы», заслуженный деятель культуры НКР Слава Априсян, 2019 год был плодотворным годом с концертными программами. Ансамбль выступил в населенных пунктах, войсковых частях Арцаха, выезжал с гастролями в Армению, Россию, Абхазию. Всего было дано 52 концерта, причем были выступления и благотворительного характера. Говоря о планах на 2020 год, Слава Априсян сказал о том, что подана заявка на участие в международном фестивале в Литве. В настоящее время мы обратились в министерство с просьбой помочь принять участие в этом фестивале, причем предусмотрели пополнить репертуар ансамбля десятью новыми песнями, сказал Слава Априсян. Относительно других программ директор отметил, что государственный ансамбль «Мы наши горы» уже получил приглашение из Кипра и Российской Федерации, а в течение года продолжит выступление в приграничных районах Арцаха, в войсковых частях армии обороны. По десять фотографов из Армении и Турции участвуют в совместной фотовыставке, призывающей к миру между двумя странами. Как сообщает армянская газета Стамбула АКОС, выставка армянских и турецких фотографов открылась в одной из галерей Стамбула, она продлится до 7 февраля. Греческий государственный деятель, депутат Иоанни Слагас, совершил скандальный поступок в Европарламенте. Как сообщает турецкий сайт Мелиет в ходе выступления в Европарламенте, греческий депутат отметил, что постоянно говорится о состоянии мигрантов на греческих островах, однако никто не спрашивает о том, как нарушаются права граждан Греции мигрантами. Греческий депутат публично разорвал флаг Турции. Парламентская ассамблея Совета Европы ПАСЕ проголосовала за принятие резолюции о защите свободы СМИ, в которой содержится призыв к созданию безопасной среды для работы журналистов, а также содержатся рекомендации для ряда стран, в том числе Азербайджана, Турции и России. ПАСЕ призывает Азербайджан кардинально изменить враждебную среду, которая серьезно ограничивает свободу СМИ. В частности, необходимо запретить использование уголовного законодательства с целью заставить замолчать независимых журналистов, говорится в резолюции. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.